Лучшее место для Хави, как-нибудь так. Или, опять же, куда пристроим Хави, такого же рода. Это вот тут у меня была масса вариантов, и один из них не очевидный, как мне кажется. Если у Узелана там несколько вариантов, и каждый из них вроде бы логичен, то есть и сборная Франции, и PSG, и Реал, и Ювентус, и Марсель, и Бавария, то есть везде можно логично объяснить, то вот с Хави сложнее. Но когда я говорил, что вот, кого мне хотелось бы смотреть, кого нет, я не Хави именно веду, я просто перепутал порядок. Но давай сначала про Хави. Так, ну давай твой вариант, его впишем в вопрос. Какой у тебя вариант? Милан, ну давай, вписываю, а потом поясню. Милан, у меня Аякс. Ого. Да, и давай, чтобы добавить еще парочку вариантов, ну не знаю, на фантазию, Вадим. Майкестер Сити. Давай Жерону попроще. Это же направление очень близко к Манчестер Сити, но не так высоко. Ну, мне было бы интересно, как, ну, понятное дело, Митчелл уходит на повышение. Ну, поменяются местами, условно, поменяются местами. Из другой каталонской команды мстил бы Барселоне, либо нет. Ну, и давай четвертый вариант, я не знаю. Интер Майами, сборная Испании, Рома, что-нибудь из этого выбери. Ну, давай, Рома. Давай, Рома. Потому что Интер Майами точно выиграет. Интер Майами точно бы выиграл, да, очевидно, в этом вопросе. Так, ну, поясни теперь, поясни за Милан, Вадим. Ну, я уже несколько раз задвигал мысли в самых разных наших форматах и остался обмененным в МНФ и в стримах, что вот Милан в этом сезоне пытался стать более структурной командой. Этой задачей в начале сезона наградили Пиоли. Он попытался там и вложенных фуллбеков, и другие эксперименты использовал. Но в итоге у него появился хороший мотив для того, чтобы свернуть все эксперименты. Много травм, и он решил игру упрощать. В этом упрощенном режиме он выжимает практически максимум из тех ресурсов. Но глобально эта задача не поменялась у Милана. Милану все еще, вот особенно с этими новыми владельцами, нужен общий структурный путь. Нужно подбирать под это футболистов. И вроде как и желание делать есть это, и достаточно адекватные люди в руководстве для этого есть. Но нужен все-таки, как мне кажется, несмотря на все комплименты к тому, как Пиоли справляется с стрессовой ситуацией, для того, чтобы работать вне стрессовой ситуации, нужен все-таки, мне кажется, другой человек, просто именно другого тренерского склада. Подробнее я это проговаривал в других эфирах, просто не хочется сильно дублировать. И вот мне кажется, Хави для такой перезагрузки подходит очень здорово. И думаю, что состав Милана на стартовых настройках тоже Хави даст неплохие возможности. Я вижу как минимум одну важную позицию, где Милан в текущем состоянии превосходит Барселону. Это как раз-таки место опорного полузащитника. И Бенассер, особенно если он физическую форму наберет, это опорник нужного типажа, и уровня которого там нет ни у кого, нет у Барсы. Адли это пока эксперимент в этом направлении, но тоже он хорошо пасует, и с ним, мне кажется, можно в этом отношении работать. В общем, мне кажется, что Милан готов встать на структурные рельсы, и Хави – это хороший тренер для того, чтобы такую мини-революцию в команде провести. Так, теперь мой вариант. Аякс, ну я говорю, я сложно вообще… Последний момент. Раз у нас сегодня такой теневой герой стрима, фоновый герой стрима Чукуэзе, я считаю, что вот у Хави он встанет в роль Дембеле, в эти изоляции. Мне кажется, он прямо идеален будет для этой роли, и он станет намного более важным футболистом, чем сейчас. Почему Аякс? Я вообще долго думал, что делать с Хави, и понятное дело, что Аякс должен был среди… хотя бы кому-то он должен быть соответствовать какому-то тренеру из безработных. У меня, честно говоря, был даже флик в мыслях, но в итоге я остановился на Хави. Во-первых, потому что Аякс нужен тренер. Вот, Аякс нужен тренер. Почему Хави? Потому что Аякс и Барселона идеологически, генетически связаны, исторически связаны клубы. Обычно, конечно, направление из Аякса в Барселону, но почему бы не пойти обратно? То есть это по этому пути и Кроев, и Вангал. И вот мне кажется, здесь Вангал тоже может сыграть не последнюю роль в появлении Хави в Аяксе. Сейчас Вангал советник в Амстердаме, и я думаю, он может нашептать, кому нужно. Ведь когда-то в 98-м году именно при Вангале Хави дебютировал в Барселоне. Вообще, в принципе, дебютировал во взрослом футболе. И тогда это был второй, получается, сезон Вангала. То есть они уже стали чемпионами. И был очень неудачный старт. И в матче против Валья Дорида, это, по-моему, не дебютный матч, но матч, в котором Хави забил, матч против Валья Дорида, Барселона победила 1-0. И тогда Хави произнес фразу, журналисты окрасили меня спасителем. Не тогда он произнес фразу, но касательно того эпизода. Окресили спасителем Вангала, просто потому, что Вангал тогда находился под увольнением, под угрозой увольнения. Там в 14 матчах у них было, в 14 матчах на старте всего лишь 5 побед, 4 поражения подряд перед этим матчем, в котором забил Хави, и они обыграли Валья Дорид. А в итоге после этого сезон пошел в нужное русло, и Барселона снова стала чемпионом. И вот сейчас, мне кажется, Вангал, у него по-прежнему хорошее отношение. Он там созванивался, Хави созванивался с Вангалом, это даже попал от отрезок в медиа, где они переговариваются, и Хави там спрашивал каких-то советов по управлению коллективом и так далее. То есть у них даже сейчас отношение хорошее. Так что, я думаю, Вангал может нашептать. Так, если подходить к этому с футбольной стороны, а не с такой эмоциональной и какой-то культурной, исторической, то в Аяксе очень молодой состав, из которого можно лепить то, что захочет Хави. Средний возраст 23 года, это самый молодой состав, не то что в топ-5 лигах, Нидерланды не входят в топ-5, но даже в топ-10 лиг, это самый молодой состав. То есть я проверял, ни в одной команде топ-10 лиг нет столь юного состава. Как в Аяксе. И при этом тут есть опытные люди, которые могут помочь Хави на первых порах. То есть это и Ван де Бомин, и Хендерсон, и Бергюйс, и Бергюй, например. Так что, я думаю, вот такой молодой Аякс может стать классным способом легкого перезапуска карьеры. Но опять же, стиль Хави, он подходит с историческому стилю Аякса. И даже квадрат в центре поля можно придумать с помощью того набора футболистов, которые есть у Аякса. Тут и, опять же, в центре поля несколько вариантов, там Хендерсон, тот же Ван де Бомин, либо Кеннет Тейлор, которые могут как нижние центральные полу защитники сыграть. Ну и верхний, опять же, либо тот же Ван де Бомин, либо Кеннет Тейлор, либо Бергюйс, и кто-то смещающийся с фланга, освобождая зону для атакующего защитника. То есть, например, Хьюэлун, этот исландец, как его зовут? Хлинсон. Хлинсон. Потрясающий мальчик, который тоже может играть как на фланге, так и десятку. Ему даже удобнее десятку. И вот смещаться в стиль Гави Педри, как было в Барселоне, когда вот тот треугольник, квадрат образовался. Я думаю, такое же можно и в Аяксе провернуть. И вот, опять же, легким перезапуском карьера Аякса идеальное место, мне кажется, для Хави. Слушай, убедил меня с точки зрения вот этой вот красивой истории вангал-звонок Хави. Но по составу, честно сказать, мне кажется, что Аякс, приятное дело, с их академией всегда будет родственником, даже если дальним, но все равно родственником в Барселоне. Но я думаю, все-таки сейчас то, что вот они собрали, это некоторое отдаление от тех принципов, которые нужны Хави. И тоже такая ситуация, где часть команды к этому течению принадлежит часть к другому. А как и в Барселоне, понимаешь, они настолько родственники, что у них даже состав очень... Тоже нужны рычаги какие-то Аяксу, понимаешь? Хави как рычаг. Пусть предлагают, приглашают Лапорту. Опять же, Хави уже привык работать в таких условиях, он других не знает, как работать. Вот Хави привык, я не хочу, чтобы он работал в таких условиях, я хочу, чтобы он с адекватными людьми, там, Джерри Кардинали, Манкада, вот с ними работал в Милане. Там у меня спрашивали, кем будет Пуличич, если Чукуэзе будет Дембеле, ну, вернее, почему Пуличич не будет в этой роде, потому что у Пуличич немножко другой типаж, в футболе Хави, я думаю, с левого фланга смещался бы в полуфланг, вот, а на правом фланге в изоляциях нужен типаж такого более нацеленного на игру один в один, как Чукуэзе. Это уточнил, раз вопрос прилетел. Так, следующий новый тренер. Хави проехали, да.